Девушки отдыхают Ха! Какой смешной рисунок у нас получился, правда? Да, что-то здорово придумал, зубок! Боросёнок в море плавает! Ага! А рыба с перьями по небу летает! Приветствую вас, юные любители географии! Здравствуйте, профессор! А по какому поводу такое веселье, друзья? Профессор, мы нарисовали такой смешной рисунок! Давайте посмотрим! О, интересно! Рыбы летают, а лошадь и поросёнок плавают! А где же вы всё это видели? Да нигде, профессор! Мы сами придумали! Ага! И назвали небывальщина! Ага! Ведь такого на самом деле быть не может! Как сказать, как сказать! Что вы имеете в виду, профессор? Такое что и правда может быть? Может! Разве рыбы летают? Представьте себе! Летают! Как это? Что же это за рыбы такие? А они так и называются! Летучие рыбы! А! И где же они летают-то? Я вот в небе только птичек видела! Летучие рыбы летают прямо над водой! Высоко в небо они взлететь не могут, но селёнок у них маловато! У них и крылья есть! Нет! Вот крыльев у них нет! Вот смотрите! Зато у летучих рыб есть большие грудные плавники! С их помощью они и выпрыгивают из воды, как будто бы летят над водой! На нашей речке я таких рыб что-то не видел! Потому что они живут только в тёплых морях и океанах! Профессор! Но ведь у нашей-то рыбки есть перья! Ну что, разве такие тоже бывают? Бывают! Ну, конечно, не с настоящими перьями, а с плавниками, похожими на перья! Ну, посмотрите сами! Ух ты! Какая красавица рыбка! Как будто крылья расправила, а! Она так и называется! Крылатка! Так значит, она тоже летать умеет? Нет, Веснушка! Летать крылатка не умеет! Зато умеет хорошо отпугивать своих врагов! И как же, профессор! Между плавниками, так похожими на перья, у неё спрятаны ядовитые шипы! Да, надо же! Не повезло её морским врагам! Это точно! Профессор, ну а в каком же море-океане лошадки плавают, а? Ну, настоящие лошади, конечно, в морях не плавают, а вот морские... Бывают морские лошади? Морские коньки! Вот, посмотрите на них! Ух ты, какая зверушка! Действительно, на лошадку похоже, а? На конька-карпунка! Точно! У него и хвостик есть! Друзья мои, морской конёк – это рыбка! Рыбка? Как-то на рыбку-то и не похож! Угу, и плавает как будто стоя! Это одна из особенностей морского конька! Он действительно плавает, держа тело вертикально! А что ещё? Какие особенности у него есть? А ещё он умеет принимать окраску того места, где находится! А, я догадался! Он маскируется! Совершенно верно, Зубок! Конёк не умеет быстро плавать, поэтому он спасается от врагов с помощью маскировки! А где он живёт, профессор? Морской конёк живёт в зарослях растений на дне Красного моря, Тихого и Индийского океанов! Так, с морским коньком всё понятно! С летучими рыбами тоже! Но на нашем рисунке есть ещё и поросёнок! Да, да, профессор! Разве бывают морские поросяты? Хи-хи-хи! Нет, морских поросят не бывает! Ну вот! Подождите, дайте договорить! Бывают морские свиньи! Что? Это тоже рыба? Ой! Нет, друзья, морская свинья – это не рыба, а млекопитающая! Ага! Знаем-знаем! То есть она кормит своих детей молочком! Это мы по природоведнию проходили! Ага! Правильно, Шуня! Вот, посмотрите на морскую свинью! Какая же это свинья? Больше это на дельфина похоже! Это верно! Морские свиньи – близкие родственники дельфинов! Почему же её назвали свиньёй? Видимо, из-за весьма плотного телосложения! Размером морская свинья примерно с человека! Профессор, а может, ещё есть такие животные, называются как на суше, а живут в море, а? Есть, друзья! Посмотрите, пожалуйста! Вот морская корова! А вот морской слон! Есть и морской ёж! И даже морской леопард! Ну и ну! Оказывается, так много интересных животных живёт в морях и океанах! О, Шуничка, это ещё не все морские обитатели! Про многих ещё хотелось бы рассказать, но, к сожалению, пора заканчивать! Наш урок подходит к концу! Эх, жалко! Да! Не расстраивайся, Зубок! До новых встреч на уроках географии! До новых путешествий! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!